Друзья, привет всем! Сегодня я вам расскажу, как жить по привычке богатого человека. Каждый из вас, неважно в каком он сейчас состоянии, может с этого дня начать жить по привычке богатого человека. Ребята, я сейчас вам все объясню. Обязательно досмотрите это видео до конца. Если вы начнете с этого дня, ваша жизнь кардинально изменится и уже не будет прежней. Итак, смотрите, я выделил три типа привычек. Привычка бедных. Прибыль, расходы, заканчиваются деньги, люди берут кредиты. Это привычка бедных. Привычка среднего человека. Прибыль, расходы, получил зарплату, расходы и откладывание денег. И привычка богатого человека. Прибыль, откладывание денег, инвестиции и только потом уже идут расходы. Расходы идут в конце. И вот, смотрите, с какой проблемой я столкнулся. Что мне начали писать люди? Тарас, это все круто. Я пока живу по привычкам среднего, а у меня привычки бедного. Ребята, что вам мешает прямо сейчас начать жить новой жизнью? Сейчас уже начинайте жить по привычкам богатого человека. Но я не могу, Тарас, у меня ипотека, у меня там кредиты. Вы, ребята, получили вы 30 тысяч рублей. Вот зарплата. Да неважно, 10 тысяч рублей. Получили? 100 рублей отложите. 100 рублей отложите. Все, отложили. Каждый может отложить 100 рублей с зарплаты, к примеру. На 800 рублей купили одну акцию. Одну акцию. American Airlines. 800-900 рублей. Вот она стоит. Можете покупать акции русских компаний, они дешевле. Вот. Купили одну акцию и отложили. И только потом уже все. Тратите деньги. То есть сначала поступили вам деньги. Да, самый главный принцип. Заплати сначала себе. Распределили, взяли по корзинам. Там путешествия. Неприкасаемый запас инвестиций. Все. Распределили. И только после этого тратите. Ребята, самый важный здесь момент. Неважно здесь, сколько вы получаете. И какие у вас финансовые трудности. В каком вы положении. Вообще, блин, это неважно. Важно сформировать привычку. Важно, чтобы вы научились жить по привычке богатого человека. Неважно. Просто откладывайте. Получили. Отложите, блин, 10 рублей. И только потом тратите. Да, это копейки. Кто-то может сказать, да, такими темпами я ни хрена не добьюсь финансовой независимости. Ребята, дело не в этом. Дело в привычке, а не в деньгах. Вы должны выработать в себе такую привычку. Помните, я вам говорил, вот, посмотрели это видео, пошли к кошельку. Заплатили себе, да, отложили. 10 рублей. Все, неприкасаемый запас. Прямо сейчас каждый из вас пошел к кошельку, взял денежку, отложил. Все. Ну, разве это сложно? И у вас могут быть кредиты, какие-то финансовые проблемы. Это сраных 10 рублей. Взяли и отложили. И только потом уже, да, вот вы распределили деньги. Инвестиции, неприкасаемый запас, путешествия, какие-то там подарки, да, ну, на какие-то развлечения откладываете деньги. И только после этого, да, пошли уже, платите по кредиту, там, возвращаете долги, понимаете, да, там, коммуналка, расходы, короче, еда, все остальное. Но вы должны сначала заплатить себе. Смотрите, каждый из вас может уже начать. Не нужно ждать, да, мне люди пишут, вот, я выплачу ипотеку и начну жить по привычкам богатого. Сейчас начинайте. Это же так просто. Фишка вся в привычке. Просто нужно сформировать в себе вот эту вот привычку. Ребята, когда я был бедным, можно сказать, да, я писал об этом пост, когда я получил там 5000 гривен, пошел в банкомат, снял 1000 гривен, все, себе, я их себе уже снимал. Я разберусь, как с теми деньгами, да, там, еда, коммуналка, да, но я хотел себе заплатить. Я снял 1000 гривен, банкомат мне выдал двумя купюрами по 500 гривен. Ну, что это за дичь, да. Две бумажки, они не радуют ни глаз, они не мотивируют. Пошел, разменял купюрами по 50, по 50 гривен, все уже такая вот пачечка, можно доложить к остальным, смотать резинкой. Вот это пушка, вот так я мотивировался. Позже я нашел банкомат, он выдавал только по 50 гривен, я вот снимал, лимит был 1000, и я вот по 1000, по 1000 снимал себе, по 50 гривен выдавал. Блин, я вот такие вот пачки себе делал, складывал их у кровати, у меня был вот этот вот конверт визуализации, там были фоточки яхты, деньги. И вот лежали эти пачки. Я просыпался, нюхал, благодарил, просматривал фотки. Фотки я просматривал на ночь, визуализировал, тоже благодарил за вот эти вот пачки денег, которые лежали у кровати и засыпал. Потом я уже начал менять на доллары, но я хотел, хотел вот эти вот гривны, потому что их много, потому что я хотел вот такую вот гору у себя возле кровати, гору денег. И помню, когда я менял, делал себе вот эти вот пачки, забивал в карманы. Это отсылка к самому богатому человеку в Вавилоне, да, потому что там был такой момент, когда он шел, шел по улице. Я уже точно не помню этот момент, когда он шел по улице, и у него были карманы набиты деньгами, и он вот шел. И вот я так же хотел, я шел по бульвару, я набил себе тут вот эти вот пачки по 50, тут эта пачка по 50, и я шел и представлял, вот такая вот у меня была визуализация. Может быть, глупая, да, такая вот мотивация у меня была, но это меня так сильно мотивировало. Вот я при деньгах, я при деньгах, да, это мало денег, да, мне там нужно было платить за многое, но я вот думал себе, вот я при деньгах, я при деньгах. Я представлял вот эту вот картину, вот этот вот почему-то момент, мне очень хорошо запомнился с книги «Самый богатый человек в Вавилоне», да, когда там монеты, там монеты, да, в книге были. И вот, когда он шел по городу, и карманы набиты деньгами, блин. Вот так вот я себя мотивировал, ребята. То есть, я говорю, да неважно, как вы себя мотивируете, делайте те действия, которые мотивируют вас. Я вам говорю, откладывать нужно в долларах там. Да хотите, разменяйте себе по 10 рублей, сделайте вот такие вот котлеты. Просто, чтобы у вас была эта мотивация. Понимаете, если это вас мотивирует, если это вас заряжает, вы заработаете с помощью вот этих вот пачечек, да. Ну, это же морально влияет на вас, морально влияет, вы заработаете еще больше. Ребята, я добивался своей мечты, своей цели шаг за шагом, да, не было какого-то там прорыва. Вот, Тарас, когда был прорыв, вот ты миллионер. Да не было. Я каждый день вот так вот шел к мечте. Там что-то купил, там что-то отложил, там прикупил биткоин, собирал, 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 купил себе квартиру. Потом еще, потом начал сдавать, потом начал получать деньги. Вот. Вот теперь, ребята, вот котлетку забрал за недвижку. Вот теперь как это работает. Только сейчас я начал уже получать ощутимые, можно сказать, деньги, да, за свои инвестиции. Все, поехал, забрал. Пушка, все у меня в долларах. Я перевел все в доллары. Были ребята, которые не хотели в долларах, я сказал, только в долларах у меня аренда. Все, все, теперь все в порядке, все мне дают в долларах. Вот вам мотивация. Постепенно я шел, не бывает такого. Шаг за шагом, шаг за шагом, потом чуть-чуть золота прикупил, потом акции прикупил. Потом начал создавать свою компанию. Потихонечку, потихонечку я начинал. Короче, ребята, начинайте с этого дня жить по привычкам богатого человека. Ребята, если вы не начнете сейчас, вы потом будете жалеть. А, еще читал комментарий. Человек мне написал, ну, это же нужно себя заставить. Что? Какое нахрен заставить? Заплати сначала себе. Вы должны себя заставлять заплатить другим. Но заплатить сначала себе? Вы должны это любить. Вы же платите себе деньги. Вы себе откладываете в свой капитал. Как это заставлять? Я вообще этого не понимаю. Я, когда вот прочел об этом принципе, да, с книги Роберта Киосаки, я просто охренел. Я думал, почему я так не жил раньше? Все, для меня другого пути не было. Я узнал об этом принципе. Все, я только так буду жить. Для меня был один путь. Только буду жить по привычкам богатого человека. Все. О других привычках, блин, речи уже не шло. Когда я узнал об этой крутой привычке. Вы что? Как это заставлять? Вы должны это любить. Вы должны ждать этого момента, когда вы заплатите себе. Так, получил, получил деньги. Все. Это мне, это мне. Блин, это же круто. Это же деньги с вами остаются на всю жизнь. Потом. Вот. Они вам приносят, приносят. Каждый доллар теперь работает, блин, о вас. Ребята, вы что заставлять? Да как это заставлять? Я, когда узнавал все эти принципы с книг, мой мир нахрен переворачивался. Реально переворачивался. И думал, почему я так раньше не жил? Почему же мне это не рассказывал никто? Блин, это же, блин, грааль. Это реально грааль жизни. Если так будешь жить, ты будешь всегда зажиточным. Ты будешь всегда богатым человеком. Блин, это же так просто. Просто нужно начать. Когда я это прочел, я не знаю, гром, блин, ударил. Среди комнаты. Реально. Я просто охренел. Я закрыл книгу и пошел, отложил деньги. Вот почему я вам сейчас говорю. Ставьте видео на паузу, пошли заплатили себе. Потому что вот мои слова для вас должны быть громом. Для вас должны быть они пинком под зад. Чтобы вы взяли и начали так действовать. Блин, да это основа основ. Вот почему я хочу эту философию продвигать. Потому что, блин, она мне помогла. Да она поможет многим людям. Да вы кардинально измените свою жизнь. Ох. Опять я жестко, да? Я ораторствую. Есть такое слово? Я ору, значит я ораторствую. Короче, этот месяц будет жестким, мотивационным. Буду жестко вас мотивировать. У меня сейчас просто очень много дел. Буду весь в делах. И буду вот вам записывать вот такие вот живые мотивационные видео. Короче, ребята, начинайте жить по привычкам богатого человека. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Не с этого дня, а с этой минуты. С этой секунды. Ребят, огромное вам спасибо за просмотр, за поддержку. Если понравилось видео, обязательно поставьте ему лайк. Поделитесь с друзьями. Все полезные каналы в описании. Канал по инвестициям. Канал по мотивации. Канал с новостями. Подписывайтесь ко мне в инстаграм. Там много пользы. Много также мотивации. Там я пишу для вас крутые и полезные посты. Мой канал по инвестициям. Телеграм-канал в описании. Первая ссылка в описании. Всех люблю, целую. Всем благополучия, финансового процветания, больших денег, любви, успеха, добра, хорошего настроения, энергии. Крепкого-крепкого здоровья. Чтобы деньги не помещались вам в карман. Это пушка, это пушка. И не важно сколько. Разменяйте по рублю, да? Главное, чтобы не помещались. Главное, чтобы вы вот здесь вот себя замотивировали и начали жить по привычкам богатого человека. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова